Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». В преддверии дня белорусской науки я предлагаю поговорить о научных достижениях. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь. Юрий Михайлович Плескачевский, советник Национальной академии наук Беларуси по Гомельской области, член-корреспондент НАН, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Беларусь. Родился 22 октября 1943 года в Целиноградском районе Казахстана. В 1960 году окончил среднюю школу номер 19 города Гомеля. В 1965 стал выпускником Киевского политехнического института. Трудовую деятельность в Беларуси начал в 1966 году в качестве инженера Института механики металлополимерных систем Академии наук БССР, где прошел практически все инженерные научные должности. В 1991 году Юрий Плескачевский возглавил институт, а в 2002 году в жизни нашего героя начался принципиально новый этап. Согласно указу президента, он был назначен вице-президентом Академии наук Беларуси. С 2003 по 2005 Юрий Михайлович председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь. С 2005 по 2009 главный научный сотрудник института тепло- и массообмена имени Лыкова Национальной Академии наук Беларуси. В декабре 2009 года Юрий Плескачевский принимает предложение вернуться в Гомель на открывшуюся вакансию председателя президиума Гомельского филиала Национальной Академии наук. С 2016 года советник Национальной Академии наук Беларуси по Гомельской области Юрий Михайлович Плескачевский, автор более 550 научных трудов, в том числе 18 монографий, более 100 изобретений, подготовил 8 докторов и 12 кандидатов в технических и физико-математических наук. Награжден орденами «Знак почета» 1979 год, «Отечество третьей степени» 2002 год. На вопросы, которые касаются достижений белорусской и мировой науки, прямо сейчас можно получить ответ по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер телефона плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Юрий Михайлович. Добрый день. Юрий Михайлович, я поздравляю вас с наступающим праздником, Днем Беларусской науки. Спасибо большое, что вы нашли время сегодня для того, чтобы прийти к нам. Знаю, что вы сейчас работаете над несколькими собственными изданиями. Это будут сугубо научные изыскания? Или они могут быть интересны широкому кругу читателей? Спасибо за поздравление. Я хотел бы, пользуясь случаем, поздравить всех наших гомельчан, работников науки с нашим профессиональным праздником. Сказать о том, что это у нас уже, вот это вот празднование, это целое движение, которое сформировалось и началось еще в 1982 году. Вот у меня такое скромное приглашение. В 1982 года, 15 апреля, состоялось первое у нас вообще на территории Белоруссии, Минск стал праздновать где-то лет через пять после этого, торжественное собрание общественности города, посвященное Дню Советской Науки. Я не могу удержаться, не привести здесь фразу Леонида Ильича Брежнева. Партия чеканила обычно формулировки «животворный источник технико-экономического социального прогресса, роста духовной культуры народа и его благосостояния». Вот что такое для нас наука сегодня. Это было справедливо в 1982 году, это справедливо сегодня, и это справедливо будет, наверное, еще очень и очень долго. И хотелось бы отметить, что вот эти вообще организации науки в Гомеле, и как пример это празднование дня сначала Советской Науки, потом День Белорусской Науки, это всегда проходило при поддержке городских и областных наших органов власти и управления во все годы. И мне очень приятно было недавно получить именное приглашение от нашего губернатора Владимира Дворника на наше мероприятие, праздник День Белорусской Науки. Это обязывает, и мы будем оправдывать то доверие, которое на нас возлагается. Но что касается изданий, о которых вы говорили, вы знаете, но на стапелях одновременно несколько книг. Я вот в качестве отчета перед вами и перед нашими телезрителями, значит, вот издана в 2016 году Порошкова и нано-композиты триботехнического назначения книга. Это нанотехнология, это сегодняшний и завтрашний день. Еще вот буквально в течение недели-две назад пришла книга, издана наша книга совместно с моим коллегой Шелько Сергеем Викторовичем из Института механики металлополимерных систем. Издательство Сибирского отделения Российской Академии Наук профинансировало Российский фонд фундаментальных исследований дисперсно-наполненной полимерной композитой технического медицинского назначения. Это признание. Ну а что касается научно-популярной, это тоже очень важное такое направление деятельности. Юрий Михайлович, мы продолжим. Мне это очень интересно, эта тема. Но у нас есть телефонный звонок, я думаю, что вы ему удивитесь. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, я бы хотела поздравить с Днем Науки вашего уважаемого гостя и пожелать ему только здоровья и поинтересоваться у него. Помнит ли он свою школу? Как он относился или как? Какое впечатление на него произвели? А представьтесь, пожалуйста, кто вы. А меня зовут Марина. А какое отношение вы имеете к этой школе? Имею, потому что я тоже заканчивала эту школу. Одновременно? Ну, почти да, да, можно сказать да. То есть в одно и то же время вы примерно учились, да? Да, и вот я хотела спросить у Юрия Михайловича, как он помнит своих одноклассников? Какая память у него о директоре школы? Спасибо большое за звонок. Спасибо, я думаю, что, Юрий Михайлович, приятно, да? Очень приятный звонок. Вы встречаетесь с одноклассниками? Вы знаете, у нас такой, растрогали меня этим звонком, такой дружный класс, что мы встречались через 5, через 10, через 20, через 50, и даже через 55 лет. И до сих пор поддерживаем связи друг с другом. Ну, а что касается учителей, конечно, это святые для меня, для всех нас люди. Я должен сказать, что только благодаря неформальному подходу к обучению таких преподавателей, как та же Кулик Клавдия Павловна, немецкий язык, я когда поступал в Киевский политехнический институт, у меня первый экзамен был по немецкому языку, иностранный язык. Мы приехали вместе с одним товарищем, он английский, он сразу срубился, и, как говорится, не поступил, и уже жизнь по-другому дальше складывалась. А я получил 5 баллов. А по экзамене... Хороший учителя, да. Да, по экзамене по физике мне попалось то, что не было вообще в программе. И благодаря такому учителю, как Фоля Львович Васильевецкий, значит, трехфазный ток, я нарисовал все эти звезда, треугольник, все как эти три синусоиды, и тоже получил 5. Вот это и определило потом вашу судьбу, вашу всю будущую жизнь. И все, что дала школа, и особенно вот упоминала Марина, звонившая о директоре Ольге Тимофеевне Медведской, значит, она была очень строга с преподавателями, учителями, но очень любила нас. Это вот редкое такое качество. Юрий Михайлович, о вашей книге, над которой вы работаете, расскажите, пожалуйста, чему она будет посвящена и каким вы видите вашего читателя, потому что те научные труды, которые ранее вы нам продемонстрировали, не думаю, что в Гомеле много людей, которые что-то в этом поймут. Вы знаете, эта книга, которая уже третий год пишется, я надеюсь, что я ее в этом году завершу, она под таким лозунгом гипотезы, идеи и мысли, которые на разных этапах моей жизни меня посвящали. Есть идеи, которые уже опубликованы, проработаны, такие, например, как разрушение материаловой конструкции малоамплитудными нагрузками, а есть идеи о происхождении жизни, о природе радиоактивности, о почему вымерли динозавры и так далее, и так далее. Значит, ну, как украсть, 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 укращать цунами, значит, или, например, вы, например, ну вот так, такое они, даже специалисты мне не могут ответить, почему деревья, лиственные деревья сбрасывают листву на зиму. А вот они сбрасывают, и мы берем и сгребаем. Не надо сгребать. Деревья сбрасывают для того, чтобы укрыть от холодов корни, для того, чтобы не выберзнуть им. Поэтому я, например, у себя на даче никогда не убираю на зиму листья, а убираю их весной, кашу и гумус образуется. То, что случилось с динозаврами, тоже мне очень интересно. Юрий Михайлович, ну, у нас дожидается телезритель возможности задать свой вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Пожалуйста, вы уже в эфире. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте. Вам звонит заведующий с честерами Сизута Леса. Копытков Владимир Васильевич. У меня есть два вопроса к Юрию Михайловичу Плескачевскому. Первый. Как обстоят дела в Гомельской области по подготовке кадров высшей квалификации, защита кандидатских и докторских диссертаций? Второй вопрос. В ноябре прошлого года на базе университета транспорта отмечали Международный день науки. В конце января 2018 года будем отмечать День белорусской науки. Юрий Михайлович, нельзя ли объединить эти два праздника вместе? А вам не нравится дважды отмечать? Не нравится, но как-то бы оно было более весомее, если бы объединить, может быть. Спасибо большое за звонок. Вас тоже с наступающим праздником. Юрий Михайлович, пожалуйста. Очень интересные вопросы, конечно. Но вы знаете, по подготовке научных кадров высшей квалификации имеется в виду кадры кандидата и доктора наук. Я должен сказать, что у нас сложилась избыточно жесткая система требований к защитам кандидатских и докторских диссертаций. Избыточно жесткая. И поэтому резко сократилось количество защищаемых кандидатских и особенно докторских диссертаций. Они чуть ли не единичные. Хотя я считал и продолжаю считать, что это квалификационные работы. А это работы, которые свидетельствуют о квалификации. Не надо какое-то за открытие дают, так сказать, Нобелевские премии. И если созданы там новые какие-то технологии, технологические процессы, дают ордена и медали. А это надо квалификационную работу выполнить и подтвердить на определенном уровне. Поэтому у нас, вы знаете, это событие, когда защищается тот же звонивший Копытков Владимир Васильевич. 60 лет защитил докторскую диссертацию. Она у него готова была уже в 40. Это столько формальных препятствий на этом движении. Но есть успехи. Конечно, я рад сообщить, наверное, еще не знает наша общественность, что ректор Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины защитил докторскую диссертацию Хохомовне недавно. Но еще не утверден, но надеюсь, что будет утверден. Центр радиационной медицины и экологии человека. Значит, защитил директор, доктор медицинских наук не так давно. Защищаются кандидатские диссертации. То есть процесс, в общем-то, идет. И работают специализированные советы при университетах, при Институте механики металлополимерных систем. Очень активно работает совет. И защищаются молодые. Но с докторами, конечно, большая проблема. У нас сегодня замещать должности заведующих лабораториями, заведующих кафедрами, в общем-то, это проблема. И молодых, особенно молодых, таких вот, например, как недавно защитил, в 33 года доктор физмат наук Леоненко в университете. Это такая звездочка наша, положительный пример для подражания. А что касается Дня науки, ну, вы знаете, у нас целая история вообще. Мы в советские времена, мы отмечали День науки в 3-е воскресенье апреля. Это тот период, когда Ленин в этот период написал в 18-м году на знаменитую свою работу, на обросок плана научно-технических работ. И это мы отмечали до 93-го года регулярно. В 93-м году мы начали отвечать День белорусской науки, который назначен был, назначен на последнее воскресенье января. Дата ни к чему не привязанная. Но так сложилось исторически. День студентов просто рядом. Да, ну, может быть, 25-е. Какая-то, да, есть, наверное, взаимосвязь. А что касается Всемирного дня науки, мы тоже тут уже два раза в Гомеле отмечали Всемирный день науки. Это провозглашён было в ЮНЕСКО где-то в 99-м году. А в мире он начал отмечаться широко с 2002 года. Это формулировка такая, Всемирный день науки за мир и развитие. Именно в этом направлении. И мы уже позапрошлом году отметили его на базе Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Был доклад тогда ректора Рогачёва и моё выступление. А вот недавно мы, 10 ноября, отметили этот день на базе Белорусского государственного университета транспорта. И тоже было очень много студентов, старших курсов, техникумов и так далее. И мой доклад был посвящён, ну, основным достижениям науки, мировой науки. И что, как, когда наша жизнь будет это выглядеть дальше. Ну, вот я надеюсь, что мы сегодня успеем тоже это обсудить. А пока предлагаю послушать мнение гомельчан на улицах. Какие научные направления вы считаете приоритетными? Такова была тема нашего опроса. Надо, наверное, думать какие-то новые направления на предприятиях. Мне кажется, языки больше земное в последнее время. Ну, может, как-то в биологии больше. Медицинское, естественно. Биоинженерия, кибернетика, протезирование. Медицина. Развитие технологий на наших производствах. Ведяйте работу, работа техник. Чтобы производство продукции было гораздо более дешёвое. Где-то с нефтью связано больше. Если у нас два таких больших предприятия есть, что на базе них можно развиваться. Я думаю, что в настоящее время научный приоритет должен быть для того, чтобы нашим гражданам стало как-то полегче. Может быть, это сельское хозяйство. Может быть, это машиностроение. Ну, а я, как работник спорта, конечно, очень бы хотела, чтобы были какие-то серьёзные открытия и в области спорта. Почему? Ну, чтобы наши спортсмены могли лидировать в большом спорте. Пропаганда здорового образа жизни. Развитие здравоохранения. То есть сейчас развиваются 3D-принтеры. То есть в этом плане, как выращивание тканей, это химико-биологическое такое направление. Не знаю, как правильно сформулировать. Ну, может, дальше в медицину больше направление. То есть, ну, это вот в этом плане. Чтобы новые технологии помогали в лечении людей. Вот 3D-принтеры, всё же, как бы, за рубежом очень распечатано. Да, уже много пересадок делают. На 3D-принтер распечатывают и пересаживают. Вот чтобы у нас так было, начинало развиваться, было бы неплохо. Математика, это информатика. Мне кажется, некое, по моему мнению, я думаю, то, что всё-таки в школе надо больше внимания уделять. Вот, потому что даже сама медицина, гибернетика, вот эта вот тоже, генетика, всё это основано на точных науках. Может быть, по изучению космоса, мне кажется, там можно много чего интересного узнать. Куда движется наша Земля, может быть, нам пора искать другие планеты. Думаю, актуальное направление сейчас. Диалог в прямом эфире и результаты сотрудничества академической и вузовской науки в городе Гомель. Спасибо за вопрос. Вопрос серьёзный. Есть ли сотрудничество, есть ли преемственность? Ну, хотелось бы сначала комментарии по мнению рядовых, я понимаю, горожан наших. И вы знаете, я удивлён действительно. Вот, может быть, люди не были знакомы с стратегией развития отечественной науки, которая была принята на съезде. Ну, это стратегия, наверное, сформулирована, исходя из запроса общества, да? Да, да. Но дело в том, что практически все направления, которые вот обтражены в стратегии, они представлены вот во мнениях рядовых наших. Это говорит об информированности с одной стороны и с другой стороны, что мы правильно вырабатываем стратегию, ориентируясь на те мнения, те суждения и ту готовность общества к развитию тех или иных научных направлений. Что касается вопроса конкретно, вы знаете, у нас вообще в Гомеле сложилось, наверное, уникальное, я не знаю, где ещё владею ситуацией по республике, чтобы вот так вот честно, тесно сотрудничала вузовская и академическая наука. Надо вообще сказать, что после войны одинаково лежали в руинах все областные центры. А в Гомеле вот такая наука развилась, она только уступает, потенциал уступает только в городу Минску. Полторы тысячи лиц с учёными степенями уже даже больше, восемь академических структур, шесть университетов, масса сформировавшихся и признанных в мире и за пределами Беларуси в мире научных школ. Это в своё время Белгуд, когда открылся Всесоюзный институт Всесоюзного значения, приехали учёные, сложившиеся со своими уже научными школами. И это дало ростки, и наш институт механики, металлополимерных систем. Благодаря Белому вышел оттуда академик Чунихин, подготовил целую плеяду таких, как тот же Шеметков, который возглавлял, Скиба, это тоже целое направление развивается. Ну и так далее, и так далее. И сегодня мы вправе говорить о том, что академическая и вузовская наука в Гомельщине, мы совместные проекты выполняем. Мы открываем кафедры, академические институты открывают кафедры в вузах, и филиалы кафедр у себя в структуре академических институтов, такие примеры. Идет постоянное взаимное движение кадров. Многие подготовившие кандидатские, докторские диссертации переходят на работу в вузы. Тот же Рогачев, недавно возглавлявший Гомельский государственный университет. Это наш выпускник. Значит, кафедры, новые кафедры открыты были в Белорусском государственном университете транспорта. Это специализированные, общеобразовательные кафедры, которые возглавляют новые, в том числе и мои ученики. С тем же университетом, техническим университетом имени Сухого. Было много лет очень активное сотрудничество Института механики металлополимерных систем с кафедрой станки и инструменты. Вообще целая серия монографий, целая серия проектов была выбрана, написана и исполнена по такой тематике «Ресурсосберегающий инструмент, материалы и технологии». Серия ритма «Ресурсосберегающий инструмент, технологии и материалы». И это направление продолжает развиваться и сегодня. Поэтому я считаю, что в принципе, вот то сложившееся сотрудничество академической и вузовской науки, оно не только плодотворно, но и отмечено, например, международной премией Сибирское отделение Российской Академии Наук присудило премию совместной работе ученых Университета транспорта и Института механики металлополимерных систем. Это международное признание такого сотрудничества. Поэтому вопрос актуальный, и мы это сотрудничество ценим. И я думаю, оно и дальше будет продолжаться. Гомельская область действительно по своему научному и научно-техническому потенциалу считается одним из главных интеллектуальных центров Беларуси. На ваш взгляд, год науки, который был объявлен у нас в 2017-м, он позволил этот потенциал раскрыть более полно? Ну, вы сказали, считается, он не считается, а так он и действительно является. Я уже об этом сказал, какой у нас значительный потенциал. Но год науки, ну, вы знаете, может быть, не очень характерный год науки объявлен был. Второй год пятилетки. Только многие исследования только начались. Если бы этот год науки был, там, положим, через 3-4 года, это было бы больше, о чем говорит. Но, тем не менее, внимание обязывает. И это внимание стимулировало развитие ряда новых направлений, активизацию этих направлений. Я не хотел бы здесь что-то особенно выделять, но хочу сказать, что, например, в течение прошедшего 2017 года, в том же университете Францисса Скорина, открытый университет, институт Конфуция. А институт физико-химических проблем, который возглавил Александр Владимирович Рогачев, продал в Китае очень такую наукоемкую установку для вакуумного напыления оборудования для нанесения всевозможных покрытий в вакууме. У нас как раз продолжение... Но я прошу прощения, завершу эту мысль. У нас будет 26-го в 16 часов в медуниверситете городское собрание, собрание общественности города и области, посвященное Дню науку. Будет выступать с докладом рептор Лызиков. И там будут отражены в докладе все те достижения, с которыми Гомельщина завершила год науки. А медицинский университет мы сегодня еще увидим, я надеюсь. У нас есть сюжет, но сейчас давайте уделим внимание человеку, который к нам позвонил. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Добрый вечер, Юрий Михайлович. Добрый вечер, Ольга. Присоединяюсь к поздравлениям. Меня зовут Владимир. Вопрос такой о связи науки и производства. Давно и много. О парке высоких технологий. Масса нового. Но хотелось бы узнать, будет ли когда-нибудь хотя бы простой белорусский мобильник в продаже. Или компьютер, хотя бы простенький. Дешевле китайских или надежнее. Вот в этом отношении. Будет ли это хоть когда-то, уже давно обещано. И еще один вопрос. При опросе на улице женщина интересовалась астрономией. Вот астрономия сейчас, это наука только космических держав? Или белорусские ученые тоже в этой области имеют вес? Спасибо большое за звонок. Очень интересные вопросы. Правда, Юрий Михайлович? Ну, вы знаете, насчет связи науки и производства, это извечная тема, извечная проблема. Значит, мы говорим и продолжаем говорить, что наука была, есть и должна дальше оставаться непосредственной производительной силой. И я должен сказать, что мы в Белоруссии разработали так называемый научно-инновационный конвейер от фундаментальных исследований до серийного производства. Когда фундаментальные исследования программы, результаты, которые получены на им, составляют основу программ прикладных государственных научно-технических программ. И то, что создано по этим программам, переходит в программы освоения. И эти программы освоения уже там подсчитывается экономический эффект и возвращается в виде налогов опять в бюджет для того, чтобы поддерживать те же фундаментальные исследования. То есть, в принципе, такой научно-инновационный конвейер у нас в стране создан. И тот, кто, как говорится, желает, чтобы его результаты нашли какое-то практическое воплощение, может воспользоваться этим, как говорится, конвейером, получить финансирование и довести свои результаты до конечного. Так а почему же мобильника нет до сих пор и компьютера, Юрий Михайлович? Ну, что касается мобильников, не надо заниматься тем, что уже, как говорится, отработано и можно воспользоваться. Лучше мы займемся другими вещами, которые... Вот, например, сейчас принят декрет о цифровой экономике. Декрет о создании в стране цифровой экономики, о переходе на цифровую экономику. Вы знаете, это вот если анализировать состояние нашей экономики сегодня, что есть у нас такой знаменитый наш экономист Руды. Он был советником президента по экономическим вопросам. Сейчас он посол на Украине, он считает. И, наверное, он прав, что у нас, в общем-то, экономика как экономика отстающей страны. Поэтому ставится задача не догонять. А вот я цитирую, всегда цитирую нашего героя Белоруссии Высоцкого, Михаила Степановича, который говорил, опережать не догоняя. Так вот, это декрет о развитии цифровой экономики, это опережение не догоняя. То есть мы, о нас редко, о Беларуси редко, там мировые средства массовой информации пишут, если пишут, то выискивают всегда какой-то негатив. Но здесь практически весь мир написал об этом декрете. Потому что впервые в практике, международной практике, чтобы государство приняло сразу 38 видов деятельности, причем такой, половины из них вообще еще нет, приняло в основу международное право, так называемое английское право, технологию блокчейнджа, это вообще платформа, которая только частично где-то в Китае, в тех же Штатах, у нас она целиком принята. Это такой прорыв, который, ну, конечно, там будут еще и риски, но открываются фактически фантастические возможности. Да, нарисована некоторая рамка, эта рамка является парк высоких технологий. То есть все канализируется пока через парк высоких технологий, потому что возможны какие-то и риски, и надо будет с этими рисками бороться. Но то, что это даст значительный толчок и тем отраслям, о которых говорили, и традиционным отраслям, и машиностроению, и в сельском хозяйстве, и в спорте высоких достижений, и 3D-принтеры, и так называемые аддитивные технологии, и так далее, и так далее. Юрий Михайлович, время наше неумолимо движется. Предлагаю сейчас посмотреть сюжет, а мы обязательно, обязательно эту тему затронем, потому что знаю, что тема для вас очень важная. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет о том, над чем работают медицинские учреждения региона сегодня. Гомельский областной кардиологический центр. Учреждение, знакомое многим жителям региона. Ежегодно здесь проводится около 3000 операций, каждая пятая из которых связана с непосредственным нарушением работы сердца. К сожалению, сегодня сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире. Вместе с тем, большинство сердечно-сосудистых заболеваний можно предотвратить путем минимизации таких факторов риска, как табакокурение, нездоровое питание и ожирение, отсутствие физической активности и чрезмерное употребление алкоголя. Среди первых признаков возникающих проблем – аритмия сердца. Главное – не упустить время от момента срыва. Медикаментозно можно восстановить сорванный ритм срыва фибрилляции предсердий не позднее 48 часов от момента срыва. Чем больше времени проходит от момента срыва, тем менее подается медикаментозному восстановлению. Тогда уже решают вопросы о других тактиках восстановления сорванного ритма. Разработка ранних методов диагностики заболеваний – одна из основных задач научно-исследовательской лаборатории, созданной при Гомельском государственном медицинском университете. Почти три десятилетия здесь проводятся изыскания по различным направлениям. В последние годы среди приоритетов – молекулярная генетика. Вирусы и микробы, вызывающие тяжелые заболевания, работы в области стволовых клеток, исследование ДНК человека и животных. Для того, чтобы эффективно лечить, необходимо понимать, что и как. Тем более, что многие микробы устойчивы к традиционным антибиотикам. По словам медиков, если вовремя выявить заболевание, то его можно вылечить. Не просто, но можно. Если заболевание будет в запущенном виде, то сделать это будет намного тяжелее, если вообще возможно. Микроб или вирус поселяется в человеке, то идет борьба, иммунитет включается. Поэтому надо посмотреть особенности иммунитета человека. С помощью наших методов тоже это можно сделать. Посмотреть, каким образом проявляются возможности защиты организма от того или иного инфекционного агента, это вируса или бактерии. Поэтому взаимодействие идет человека-хозяина и паразита, который атакует человека. Для этого используются эти методы, и на их основе разрабатываются диагностические какие-то алгоритмы по раннему выявлению и оптимальному лечению того или иного заболевания с помощью этих методов. Методы позволяют оценить как структуру микроорганизма и человека, так и определить количество какого-то вируса или бактерии, которые находятся в этом человеке. Также можно определить устойчивость к препаратам, например, к антибиотикам. Разработкой ранних методов диагностики сегодня активно занимаются и в Республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека. Основная задача этого учреждения – оказание медицинской помощи населению, проживающему на пострадавших территориях, в том числе с использованием новых подходов к диспансеризации. Не в последнюю очередь, благодаря предложенным в центре подходам, основные показатели заболеваемости пострадавшего населения не отличаются от среднестатистических по Беларуси. А если взять наиболее уязвимую категорию – ликвидаторов, то их показатели смертности ниже, чем по стране в соответствующей возрастной группе. Система наблюдения – ликвидатор. Как только он появляется первый раз в том медицинском учреждении, где он прикреплен, он в обязательном порядке проходит осмотр эндокринолога, электрокардиограмму, УЗИ щитовидной железы. Дальше врач имеет право направить его к любому профильному специалисту. То есть раз в год любой ликвидатор будет осматриваться. Естественно, заболевание выявляется на раннем этапе, более эффективно лечится. И как следствие вот такой вот показатель. Вы смотрите «Диалог», советник Национальной Академии Наук, заслуженный деятель науки Республики Беларусь Юрий Плескачевский. Сегодня у нас в гостях. Юрий Михайлович, конечно, каждое учреждение научное расставляет приоритеты для себя. Какое событие в мировой науке для вас стало главным в минувшем году? Вы можете выделить что-то? Ну, вы знаете, таких событий, наверное, много. И существует несколько источников, которые по-своему трактуют те или иные события. Но я считаю, что вот уже говорилось, и наши медики на очень высоком уровне, генетические исследования и в области диагностики. Можно говорить о том, что здорово продвинулась наша гомельская медицинская наука. Это комментарий к тому репортаже, который был. Но, например, создан наномотор, который может внедриться в клетку и транспортировать в неё один единичный атом, например, золото, который потом может быть в воздействии какой-то энергии. Эта клетка, если она раковая, положим, уничтожена. То есть целевое уничтожение и борьба с теми или иными онкологическими заболеваниями. Значит, отредактирован эмбрион человека. То есть на стадии зачатия, если мы уже хромосома, ну, известная, 21-я хромосома лишняя, если её удалить, то да, она уже не будет. Но конкретно, например, уже это сделано для отредактированных геномов, человеческих геномов с точки зрения наследственных кардиологических заболеваний. Ну и очень выдающееся, я считаю, достижение, это когда SpaceX ракету Falcon 9 запустила, посадила и вторично запустила. Это на одном запуске только 28 миллионов долларов экономия. Ну и новая планета для жизни, мы говорили, это открыто как раз, 40, всего лишь 40 световых лет от нас вполне пригодная планета для... А есть у нас перспективы вообще узнать, что на этой планете происходит, и каким-то образом выяснить, какая же там жизнь возможна? Ну, вы знаете, наверное, эти перспективы ещё отдалённые, но мы можем по тем тепловым условиям, по радиационным условиям, которые мы можем уже сегодня исследовать, и по составу атмосферы можем судить о том, какие формы жизни возможны на сегодняшний день на этой планете. Вот к этой теме, кстати, нас возвращает вопрос, который пришёл к нам в Вайбер. Чем занимаются белорусские астрономы, если у них исследования мирового уровня? И я хотела бы, Юрий Михайлович, считанные минуты, наверное, у нас с вами уже остаются, эфира и об этой стороне вашей жизни поговорить, потому что знаю, что для вас она очень важна. Вот сейчас ваша лаборатория у нас на кадрах, на экране. Расскажите, пожалуйста, будет ли... Ну, во-первых, да, нужно ответить на вопрос сначала. Есть ли у белорусских астрономов какие-то реальные достижения? Ну, вы знаете, вот недавно вышла книга, я, к сожалению, взял её, как Беларусь космическая. Там очень много исследований, связанных с космосом, связанных с астрономическими, оптическими всевозможными приборами. Приборы, которые стоят на МКСе, приборы, которые стояли на луноходах и так далее. Это целый спектр исследований, о которых мы и не говорили, они секретные были. Но сегодня это уже опубликована и такая книга, если автор Бломейко, Александр Владимирович, Беларусь космическая. Можете, так сказать, интересующиеся почитать. Для тебя как можно найти? Ну, что касается моего хобби, я должен сказать, что в этом году у нас два очень выдающихся события ожидается. Как дождать? Астрономических. Это 27-28 июля. Великое противостояние Марса. Марс приближается на рекордно близкое расстояние, но не величайшее, там, положим, величайшее 50 миллионов километров. Это где-то 55 миллионов километров. Значит, следующее будет только через 79 лет, такое величайшее бывает, 2003-е, а сейчас 2082-е. А это будет где-то в 35-м году аналогичного характера противостояния. Камера телевизионная сможет это заснять? Это возможно? Да, мы можем заснять это, поскольку это будет только Луна и Венера будут ярче, чем Марс. Но более значимое и более, так сказать, для камеры удобное для снятия будет полное лунное затмение. Это тоже будет в ночь с 27-го на 28-е июля. И мы с нашим великим гомельским астрономом Лорионовым приглашаем вас. Будет покрытие в 1,6 раза больше тень Земли, чем сама Луна. То есть очень длительное и полное лунное затмение. Ну что ж, будем следить. Спасибо за приглашение. Мы обязательно им воспользуемся и нашим телезрителям все покажем и расскажем. Юрий Михайлович, еще раз вас с наступающим праздником. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Мне хотелось бы тоже еще в заключении поблагодарить вас за приглашение, а всех тех, кто считает себя причастным к науке, с нашим профессиональным праздником. Счастья, здоровья, успехов вам в вашем благородном труде. Советник Национальной Академии Наук Беларуси по Гомельской области, заслуженный деятель науки Республики Беларусь, Юрий Плескачевский, был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание, за ваши вопросы. До встречи.